Борис Ефимович, слышите? Внимательно слушал каждое слово. Ну что, поспорите или согласитесь? Да, а что спорить-то? Ну, смотрите, в принципе, главный разговор, который вел Путин и ведет до сих пор, это то, что надо пожертвовать свободой информации ради безопасности, чтобы, не дай бог, какие-нибудь негодяи, подлецы, предатели, враги России не сказали ничего лишнего и так далее. Но если вы готовы пожертвовать свободой ради безопасности, то вы теряете и свободу, и безопасность. Что, собственно, у нас сейчас происходит, да? А по-моему, потеряли уже. На днях арестовали. Ну, совершенно верно. То есть, я бы очень хотел, и я очень надеюсь, что украинский народ не будет повторять ошибки наши, российские. Вот вам могут рассказывать нынешние руководители, выбранные, кстати, вполне демократически, могут рассказывать, что в связи с войной с Россией необходимо навести элементарный информационный порядок, необходимо, чтобы вся нация была консолидирована. И вот такие благие задачи и цели будут ставиться. И очень многие люди, кстати, могут в это поверить, потому что действительно враг воюет, страна находится в состоянии войны, гибнут и украинцы, гибнут и русские, гибнут и мирные жители, и старики, и дети. И, в общем, ради этого давайте-ка введем какую-то такую военную цензуру с тем, чтобы, не дай бог, какие-нибудь проводники идей там развала, сепаратизма и так далее не могли появиться на экранах. Я думаю, что сейчас главная вот есть такая идея, которая и закрывает вот всю эту возможность свободных СМИ. Так вот, не поддавайтесь на это. Не поддавайтесь. Как только вам заткнут рот, так тут же начнется информационный террор и воровство, которое и так процветает и в России, и в Украине, и вообще на постсоветском пространстве. Надо понимать, что цензура, в первую очередь, на телевидении, это безграничный беспредел чиновников. Потому что чиновники начинают воровать и грабить только тогда, когда они знают, что никакой огласки не будет. Чиновники перестают работать только тогда, когда они знают, что... Чиновники перестают работать только тогда, когда они знают, что их перестанут критиковать. Поэтому я отлично знаю, что происходило на Интере в новогоднюю ночь. Мне самому было безумно неприятно смотреть на эти физиономии, там, на Кобзона, там, Валерия, еще там, Базманов, да, украшения, что-то изменивает. Вот, но... Но я вам хочу сказать, что... Но разговор-то не об этом, Борис Ефимович. Разговор о том, что... Да нет, я в курсе, что не об этом. Я просто хочу вам сказать, что... Это огромное завоевание украинского народа, что вы не позволили себе промывать мозги. Вот у русского народа уже съели мозг, понимаете? Я должен сказать, что... Речь не идет, речь даже не идет, вот, то, что вы там сказали, пропаганда и так далее. Нет. На самом деле, просто съеден мозг, в стране процветает информационный терроризм. И когда говорят, что братский народ является фашистским народом, да, и в это все больше и больше народу верит, то это означает просто террор против собственного русского народа. Вот, чтобы у вас этого не происходило, вам надо просто защищать грудью и сердцем, я не знаю, всем телом защищать свободу, в первую очередь телевидение, потому что народ получает основную информацию с телевидения. Дальше, я знаю, что телеканалы украинские принадлежат разным крупным бизнес-структурам. Мне это известно. Главное, чтобы не одной. Вот когда одна бизнес-структура будет, например, там Порошенко, или Яценюк, или Филиппош, или Толомойский. У Яценюка пока нет, ему очень хочется, насколько я полагаю. Так я догадываюсь. У Яценюка пока нет, но, видите, я угадал его намерение, он, наверное, счастлив. Вот, так я могу сказать, что как только телевидение окажется в руках, пусть самого прекрасного, пусть самого замечательного, пусть самого патриотичного гражданина Украины, как только это случится, вам всем конец. Поэтому боритесь, не сдавайтесь, сопротивляйтесь, а то, что кто-то мог лохануться, в том числе и у вас на канале, ну, с кем не бывает. Слушайте, мы все люди.